Через голубые, а через вот эти цветики. Чуть-чуть красноты, чуть-чуть желтоты и цвет света. Небо засвечено этим цветом теплым. Избавишься от белого, хорошо? Сначала им. Из нее фигушку. И этой фигушкой угомонишь вещество по холсту. В том числе станет равномерно лежать это вещество. Вот таким образом угомонишь. Потом возьмешь сиреневатый. Синий сиреневатый. Наберешь сиреневатым вот эту массу дальней зелени. Она здесь чуть-чуть помигивает. Потом возьмешь сиреневатый плюс коричневатый. Наберешь ближний кусок. Коричневатый сдаст ему уже более теплый. Наберешь ближние куски массами. Вот это место стараешься не затыкивать темным. Пока бледнятины сначала сиреневый, потом плюс коричневый. Бледнятины. Деревья лягут вот по такой траектории. Макательно, макательно, чуть-чуть чиркательно. Ну а пока упаковать. Давай, хорошо? Водичку донабрать. Ну вещество. Что это за сухомятка такая? Бесконечная сухомятка. Должно быть вещество. Белиться. Зелениться. Должно быть с веществом, а не сухомятка. Держи. Понимаешь? Вот кроющее количество. Вот такую мягенькость. Немножко теплости. Вот этой оранжевости подсунуть. Чтобы ощущение света, который сюда упал, произошло. Вот даже, когда на водоемах находишься, то, что в тени, синит на воде. А солнцем залитые поляны воды рожевят вот так. Ну и потом ты это превратишь в вертикаль отражения. А здесь чуть-чуть натемнишь более холодно. Не только грязненько, но и более холодно. Здесь тоже вот мигание теплого есть. То есть такой прямо травяной зеленый. Вот эти места можно немножко пошерудить мастихином. Вот так, штриховательно. Чтобы создать эффект множества. Вот так. Создать эффект множества. Далеко ствол отставил. Да, я просто... Тепленькость зелени. Она там освещена солнцем, поэтому, хоть она и вдали, но есть некоторая тепленькость ее. И на периферийку с пальцем выйдешь вот так. Здешнюю местность тоже наберешь темнотами. С сиреневатыми темнотами в тени. С сиреневатыми. С оранжеватыми, розоватыми на свету. Сюда тоже нагонишь темно. В том числе с мотивами освещенных солнцем камней. То есть с этой красниночкой. Все это будет потом подрезано белильцами. Можно даже первые звуки белил поставить для ориентира. Это мы положим другим способом. Нам нужна подкладочная темнота. А это мы будем укладывать фрагментом тряпки. Вот здесь синьки не хватает. Вот сейчас, когда появился зеленый, стало ясно, что синьки не хватает. То есть больше все-таки такого цвета. Это будет ком тряпки. Которым вот такая укладка будет производиться. Ком нужно отыграть, чтобы он клал что-то вкусненькое. Вот этих веточек. Но в начале, ты понял, нужна темнота. Желтые тоже придут. С красниночкой чуть-чуть придут. Вот такими макательными действиями. Сразу тогда и здесь подпачкаем. Так что вот эти вот шпатлевки не в дугу. Наоборот, расштриховки. Похожим образом, только темным цветом, придут вот эти. Прямо как в средние века писали, да? А там все-таки. Цветик. Чуть смуглее, но тоже с голубинкой. Которую потом заслонили стволы. Согласен, да? Да. И тогда на этом фоне, то будет красиво. Это пальцем затронуно. Зря ты там такую стальную кашу заложил. Там достаточно смугло. Там. Зря я накидую. Там. 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 Смоглости не хватает этим ребятам, слишком они вяленькие и слабенькие, то есть чуть-чуть насадишь и вещества и смоглости. Там зеленый массив, а раз он массив, то будет немножечко... кудрявицы. С чвяком краски можно подсадить сюда. Согласен, да? Что-то такое можно там вполне... Вот уже идея света начинает разрастаться. Можно с легкой зеленинкой подставлять белье. От стволов потом сюда теневые. И растворяться здесь. И давай тряпкой насаждай. Прямо желтый, тут как бы темный или уже темного достаточно? Темного тоже недостаточно, там какая чернятина. Тряпка должна быть не очень большого размера. Потому что большая превращает в такой туманный характер укладку. Берем ком. Делаем из кома вот такую розочку. Берем вещество краски. Щупаем сначала в безопасном месте, что дает тряпка. Она может дать красивый рисунок, может не очень. Поэтому щупаем в безопасном, а потом выходим на большую дорогу. Вот так. Ты видишь, у меня и вещество задействовано, и тональность. Плюс ярусность я даю неким зигзагом. Остренько тряпкой пользуюсь. Не плашной тряпки, а острием вот этого пенька. То есть получается не круглый, а несколько продольный. Эти ц Él growth. 11 градусов, 29 градусов. Еще какой-нибудь светик можно подложить. И, скажем, освещенные листики чуть подложить другим цветикам. Ну что, попробуешь? А вот эти светлые, тряпку, допустим, изменил на другое положение, и укладываешь светлые. Смотри, когда я кладу вот эти крупные, я их немножко чиркаю. Чиркаю в сторону, чтобы это был скорее мазок, чем только чвяк. Вот этой начни, а потом... Ну, поскольку там этот цвет есть... Так... Опять 25... Давайте... А ну ты... Ты почувствуй разницу между тем, что я сейчас делал и ты сейчас делал. Я всаживал... Всаживал... А ты... Всаживал... Ну-ка, всаживай. Вон внизу там лоскут оранжевый. Вот здесь. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да, в каком-то бесчувствии находишься. Ну, это надо сесть дома и распробовать. Метод очень хороший, простой. Метод очень хороший, простой. Сука. Возьмите. Игорь Негода 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 Можно кистью потом дополнить Но когда будешь дополнять кистью Обязательно Сначала может быть даже с синькой Это должны быть вот такие брикетики Бусины Вот такие бусины Как будто бисер просыпан по поверхности Помнишь, мы с тобой как-то рассуждали, что нельзя застревать А ты себе позволяешь не писать сразу всю картину, где-то застревать, когда есть что накидать, когда, допустим, устал от неудачных каких-то проб Причем ты же видел, ответственности было немного, потому что пятна, в общем-то понятно, что это не было. А тем не менее, они уже играют на всю историю, то есть это уже не пустая картина, а тут только здесь ковыряться очень тяжело Там погулял, там погулял, тут погулял Все время, все время находишь себе новые пажики Видишь, я общо рисую, я не вырисовываю два-три камня Я общо сначала, а потом уже буду разбираться чуть подробнее Я так понимаю, что здесь водопад Я так понимаю, как я буду разбираться Ну немножко грубоватенько. Смотри, я сразу целую серию адаптирующих мазков подставляю. То есть более лепко, а то немножко нечаянные эти звуки. Ага. 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 Свет на дереве, смотри, как бы продолжает свет на площадке. Почему белый? Ага. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...